Как вы уже поняли, сегодня мы увидим спасение диких животных на льду. Часто непосильная задача для животных может оказаться легкой для человека. Главное в этот момент людям оказаться в нужное время в нужном месте и иметь желание помочь нашим братьям меньшим. Первый такой случай произошел с обессиленным оленем на гладком льду. Здесь мужчина с помощью лодки и палки смог добраться к животному. С помощью лассо заарканил оленя и доставил на берег. Так несложная задача и небольшие усилия дали шанс этому оленю. Но все могло закончиться иначе. Без помощи человека. Иногда, с приходом первых морозов, природа дарит гладкий лед, которым приезжают насладиться конькобежцы. Так и наши герои приехали поскользить по зеркальной поверхности и встретили молодого оленя, который застрял посредине озера. Ребята с помощью своих палок помогли добраться оленю к берегу. Вот еще один случай, когда олени были не в состоянии передвигаться по замерзшему озеру. Мужчина с помощью веревки доставил одного оленя к берегу. Затем вернулся за остальными и переправил их. За время помощи двум оленям, первый не смог стать даже на ноги. Если вам показалось, что помощь застрявшим на льду животным это безобидное занятие без последствий, посмотрите на этот случай. Сначала все шло вроде бы хорошо. Или немедленно передвигались в сторону берега. Когда одного удалось доставить на берег, и он уже был в безопасности, другой в это время сломал себе ногу. Олени не единственное животное, которое оказывается беспомощное на скользкой поверхности. Этому кабану также понадобилась помощь, когда он решил пересечь озеро. Ребята не рискнули к нему приближаться из-за его острых клыков и воспользовались веревкой, с которой у них ничего не получилось. Еще одна опасность, которая подстерегает животных, это тонкий лед. Попавшие в такую ситуацию уже совсем обессиленные животные не в силах продолжать бороться за свою жизнь. И многие, не способные выбраться из этой западни, гибнут в таких ловушках без помощи человека. Фермер, проживающий в городе Остин, заметил что-то большое и темное на своем пруду. Подойдя ближе, он обнаружил маленького оленя, который провалился под лед по центру озера. Возраст и здоровье не позволяли мужчине отправиться к оленю, поэтому на помощь он отправил своего внука. Но лед не выдержал вес даже более легкого человека. Когда спасительная миссия ввечалась успехом, олень был недоволен и не подпускал к себе спасителей. Но оставшиеся силы не позволяли ему уйти. На ночь люди соорудили навес из поддонов и настил из соломы и оставили немного кукурузы. На следующее утро оленю шел. Еще одни существа, проживающие в дикой природе, которым нужна помощь, это лоси. Но не всегда это задача по силам одному или нескольким людям. В этой спасательной миссии участвовало около 10 человек. Никто не оставался в стороне и вся команда была задействована в спасении животного. Особенность характера лосей в том, что некоторые особи часто упрямятся и не хотят принимать помощь или просто мешают окружающим делать свои дела. Когда этого лося убедили выйти на берег, тот первым делом подкрепился, вышел на дорогу и стал показывать свое недовольство всем окружающим. Иногда поведение этих животных шокирует, и люди не понимают, чему они упрямятся. Только после пятого раза лос сдался и пропустил поезд. На одной из дорог в Тейлорсбрук, что находится в Канаде, ребята заметили трех лосей, которые передвигались на противоположной стороне озера. Как вдруг, один из них пропал из виду, а двое других продолжили двигаться вперед. Нередко так пропадают и лыжники. Этот лыжник провалился в снежный колодец, как и наш герой лось. Зная, что животное обязательно погибнет в этой западне, ребята принялись его освобождать. Парни знали о своеобразном характере лосей, поэтому, когда проход был готов, сразу поспешили отойти на безопасное расстояние. Немного отдышавшись и рассмотрев своих спасителей, лось поспешил к своим друзьям. Стивен Питерсон возвращался из гостей после празднования Рождества. Проезжая по мосту, он заметил странное движение посреди реки и решил посмотреть, что это может быть. Когда Стивен опустился к реке, он увидел обессиленного обледеневшего оленя, который не мог забраться на лед. Сложность данной ситуации была в том, что наш герой с рождения был немой и не мог объясниться с диспетчером спасательной службы. Поэтому Питерсон решил не тратить время, вооружился буксировочным тросом и принялся самостоятельно доставать обледеневшего оленя. Когда Стивен достал оленя, его колотило от озноба, а на ногах были порезы от осколков льда. Мужчина помог оленю подняться на ноги, и они вместе добрались к берегу. Еще два часа олень собирался с силами, после чего самостоятельно ушел. Не забудь оценить видео лайком. До скорого. Пока.